Андрей Горбачёв нёс большой вклад в развитие концертной балалайки. Им написано множество учебно-методических пособий, учебных программ, нотных сборников и сочинений. Он расширил технические и художественные возможности инструмента и всегда охотно делится накопленными знаниями и опытом со студентами, профессиональными музыкантами и, конечно же, слушателями. За последние несколько десятилетий исполнительство на балалайке значительно изменилось. Это произошло благодаря усилиям многих ведущих преподавателей и музыкантов. Среди них Андрей Горбачёв. Это бесспорно выдающийся музыкант, исполнитель балалайшник, скорее всего, номер один в мире. В России, следовательно, и в мире тоже. Это педагог, без которого, наверное, и наш оркестр был бы укомплектован не так успешно, как на самом деле. И очень многие оркестры в России были бы другими, и кафедры в музыкальных вузах страны были бы другими. На счету Андрея Горбачёва несколько тысяч концертов. Он провёл более 600 мастер-классов. Балалайка стала его жизнью, которая неразрывно связана с Тамбовом. За эти 25 лет вот такой работы очень плотной. Сейчас воспитал я уже целую плеяду своих учеников, самых разных учеников. Среди них есть и кандидаты искусствоведения. Только в Тамбове их три человека сейчас. Среди них есть музыканты классического направления, которые играют на классическую балалайке. Есть музыканты, которые выступают в джазовых проектах. И я думаю, что это очень хороший знак, потому что сейчас Тамбовская балалайка – это уже бренд на всю Россию известный. Каждый совместный концерт музыканта с оркестром – сенсация. Вечер премьер – не исключение. Был некоторый перерыв у нас, поскольку была пандемия, было время сложное. И за это время накопилось несколько новых сочинений. И вот сегодня я рад сказать, что наш проект совместно организован с оркестром «Россияне» и ассоциацией выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных. В рамках очень крупного проекта, который идет по стране, великое искусство гнесинцев, исполнительское искусство. Все это проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И мы покажем три новых сочинения, которые еще не звучали в моем исполнении и в исполнении на балалайке в Тамбове. На концерте тамбовчане впервые услышат один из самых популярных и востребованных концертов во всем мире – «Времена года» в Москве Ефрема Подгайца и его сочинение «Декабрь». Сюита Бронера виртуальной Казанова, которая состоит из четырех частей – танго, вальса, галопа и твиста. Такой музыкальный калейдоскоп придется по вкусу не только знатокам музыки, но и демократичной публике. Концерт состоится 11 декабря на сцене учебного театра. Начало в 16 часов. Елена Хромова, Михаил Мальцев, Наталья Демина. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok